всем привет друзья с вами антиквар и мы продолжаем проходить героев меча и магии робот бездны на очереди очередной сценарий так и у нас что по очередности измрудная острова сложность 200 все привычно сегодня я хочу сыграть за темницу выбираю чернокнижника джеррида до этого мы играли ударными героями да героями воинами сегодня будет маг ну кого выберет оппонент оставим на его совести и так измрудные острова расположены вдоль главного торгового пути несколько воронок хотят прибрать их под свой контроль ты был избран чтобы убедить их оставить эту идею знаем для чего я был избран да чтобы начистить им лицо вот так будем выражаться культурно сегодня благодаря расположению измрудные острова являются главным звеном торговых путей всего мира барон который смог бы контролировать эти пути владел бы богатствами которые даже и не снились аварису выбор он избрал тебя лучшего своего полководца чтобы завладеть торговыми путями и не допустить этого со стороны других баронов используй дипломатии везде где только сможешь и тем не менее ты достаточно свободен чтобы продемонстрировать свою мощь если дипломатия не помогает ну стандартная завязка да и победи убеди единственное не выбрал я деньги да ну ладно ну ладно таким образом так серо тоже неплохо на пыль будет серо так вот я вижу лесопилку и и оправе по крайней мере мы можем построить сразу же префектуру что приятно кто у нас а джеда у нас замки на нем пожалуй у него есть бехолдеры так что у нас специализация воскрешения продвинутая мудрость так джеддит одни говорят что джеддит видел лик зинофекса другие возражают что увидеть его и остаться в живых нельзя так что эти слухи не правда сам джеддит комментариев на эту тему ни разу не давал но кто знает кто такой зинофекс напишите мне об этом в комментариях к этому видео потому что я такой информации к сожалению и к счастью не обладаю так ладно продолжаем двигаться перегородили проход ну ладно драться все равно у нас будет джедд да у нас основной герой берем еще траглогитов которые в данном случае нашим основным ударным стекам да на ранней стадии игры сколько их нас 55 но неплохо прямо скажем неплохо и что у нас копейщики да копейщики не хотят драться а мы хотим с ним драться есть честно на начале игры победить их совсем без потерь вряд ли удастся да поэтому если они не хотят драться но я не считаю необходимым им в этом препятствия заставлять почему мы должны заставлять бедных ребят сейчас передадим до 4 защиты так что в замке начинаем строить экономику без этого никуда чувство придется поплавать в сценарий без этого тоже никуда и пикси не хотят драться нет и нет какие мы страшные джеддит видимо их правил прям видел лик зинафекса кем бы он ни был ты случайно встретил корабельщика который был так он бандитами твои люди заставили отступить бандитов он вознаградил тебя за помощь ну мелочи приятно как говорится кто против нас играет еще одна темница крепость и замок так на бихолдеров нам что не хватает собственно нам не хватает руды ну да сейчас будет руда сейчас у нас приятно это приятно всегда значит что давайте мы наверно будем строить а номер не отвлекаясь на всякие глупости так а вот гноу уже настроены посерьезнее тут уже никаких миндальничений да они решили с нами биться ну решили решили так сколько выстрелов у бихолдера двенадцать более чем достаточно перегруппируем все прелестно просто прелестно давайте играть у нас гноу мародеру ударить пока все выглядит так что мы должны без потери разбираться если честно да так и есть это был легкий бой прямо скажем то особенно гордиться то нечем так пока мы не будем брать отлично магия земли это то что доктор писал так продолжаем разговор так я вижу у нас серы до который очень нам нужен так так какая неприятность и мы не можем построить когда мы строим вверху город не хватает нам денег на муниципалитет ну ах торговые ветры сегодня дуют благословно корабль принят большими запасами продовольствия это приятно да понятно что такие же приятности видимо подвозят нашим оппонентам ну ничего не попишешь муниципалитет строим или зал за застывших голосов так-так-так-так-так-так-так-так-так я даже не знаю что лучше построить ну давайте все-таки муниципалитет без денег все равно нанимать не на что-то героев войска точнее поэтому 10-19 гномов нужно ли они нам нужно ли нам с ними биться давайте вот что мы сделаем возьмем магию возьмем войска на следующий ход и уже будем продвигаться дальше причем я думаю что продвигаться нам имеет смысл не на юг а вот сюда принять матрос естественно 33 матроса а продвигаться нам нужно вот сюда корабли потому что здесь нужно будет плавать тут без этого на этой карте никуда не увидишь так чуть-чуть денег у нас до капиталли ну что да нужно теперь на самом деле надо плыть да ну да проводить разведку боем так джигиту кого-то наш оппонент дорогой любимый мой родной да здесь мы строим замок здесь мы еще строим цитадель ну как все запущено точно мы же не построили море начинает что-то приносить что не может не радовать вот теперь только мы строим замок давайте высадимся возьмем золото в нашей ситуации лишнего но точно не будет на следующий день мы построим медуз и в общем то хочется или нет но нам надо как-то двигаться и пытаться добиться успеха на вражеской территории какие варианты я вариантов не вижу маяки так еще один наш парень так ну что не знаю насколько мы тут можем рассчитывать на победу да все таки была популяция но это было бы интересно да занять вражеский замок это было бы конечно очень интересно так здесь что мы делаем так не на то это все нам надо строить все надо строить денег ни на что нету армии 2 по сути нету так это потихоньку обзаводится и нету скупим да очень конечно было бы здорово если у нас получилось отнять замок рыцаря но что-то если честно я очень в этом сомневаюсь в том что это может нам удастся так попытка не пытка попытка не пытка да это предсказывает нам поражение ну да тут знаете просто противопоставить то особенно нечего нам оппоненту да я даже не наношу я даже не наношу ему урона поэтому давайте попробуем какой-то другой путь не помню прокачиваться правда не развиваться так ну и что и сейчас мы на самом деле отправимся давайте еще день стоим и надо отбивать армии и нам надо отбивать наши так здесь мы берем beholder берем про гладитов и отправляемся в бой что обсидевновые горгулей так не знаю сейчас горгулей а вот гномом давайте сходим они медленные мне кажется с ними мы сумеем договориться нет тут я уже такой расклад я пожалуй приму не будем тратить время на бои которые да ничего нам не принесут никакого удовольствия да никакого эстетического даже наслаждения так здесь что давайте построим хранилище ресурсов и обзаведемся драконы вот здесь попробуем пробить адель потому что армия не выглядит да у меня внушитель магии нет так поэтому давайте мы стрелой убиваем арбалетчиков здесь мы пропускаем создаем заслоны в наших войск так 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 думают потери пять раз два три четыре три 4 5 еще и давайте вот делаем войне да почему бы не победить когда представляет такая возможность и вот тут-то я совершаю ошибку так ладно и все таки да смотрите но неплохо неплохо эксперт магии земли забираем рудник и это неплохо прямо скажем жертвенный алтарь здесь мы были магию земли возьмем но неплохо неплохо ну и наверное что нам пора бывать дальше что мы сразу же убежали до корабля делать нам тут больше большому счету то и ничего пойдемте возьмем подкупим еще армии и пойдем добьем так так и на что вот я хочу сделать на стороне улучшенный горбит очень мило да с другой стороны так 44 в принципе это можно вот так все сделать вот таким образом ну что идем на горгули мы я думаю несколько затормозили развитие нашего оппонента до фиолетового горгули так и горгули вы говорят давайте примите нас давайте примем может горгули это не плохо так давайте примем горгули горгули кораблекрушение ну что посмотрим что внутри бывает что нечто такое с чем можно так ну давайте попробуем как то как то подраться более собрано так вот но тут все понятно так ну это же прекрасно пожалуй можно было бы не терять но за 4000 да и трелок маны она будет восстанавливать ну мало в день еще до Сера, да, сера, 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 нам не хватает. Ну, мы поменяем на ревеселье. Шлем хауса, прекрасно. Здесь мы не откажем себе удовольствия ввести золото. А вот и синий наш оппонент. Ух ты, какая у него неплохая армия. Диммер. Так, 5-9. Ну, с другой стороны, ничего-то прям запредельного-то и нет. Но... Так, мы строим драконов. Обязательном порядке. И пропускаем ход. Ага. Высадился. Диммер к нам. По гоблину увеличился. Так. Так. Ну, давайте сначала с ходовыми разберемся. Так, мы не будем тратить время из-за обвода. Вот таким образом. Так. Здесь что мы делаем? Мы увеличиваем марку нашу. Нанимаем стрелков. Нанимаем гарпий. Нанимаем мантикор. Так. Ну, неплохо, мне кажется. Вот таким образом. Ну что? Давай, Диммер, вперед. Попробуй взять наш замок. Нет? Нет. Желание, судя по всему, у Димира брать наш замок. А у меня вот есть большое желание найти, куда бы высадиться. Плохо, что мы испортили мораль, конечно. Так. Интересно. Ну, не очень я люблю островные карты, да? Карты, где приходится много плавать. Ну, с другой стороны. Так. Смотрите. Вот и место для высадки нашлось. Ага. Гиммер нас преследует. Да? Активно. Ну, а мы постараемся что? Прорваться к замку. Да? И занять его. Так. Ну, здесь оппонент не слишком грустный. Так, давайте. Ну, я делаю. Угу. Попробуй. Ну, здесь, конечно, у меня, да. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот таким образом Убиваем Два траглодита, две гарпии Результат-то отличный Так, и базовую навигацию мы возьмем Которая В этом сценарии нам Должна помочь Так, а вот то, что у нас нет маны Это не очень хорошо Если честно Потому что оппоненту Дайте вот Так, знаете, что давайте сделаем Убежать я не смогу, да? Давайте мы попробуем Вот я неправильно поступил Сейчас, конечно Ладно, у нас есть автосвит Ага, в этой связи Это интересно Это очень интересно Так, ну мы не будем обижаться, да? На нашего Глубоко уважаемого Диммера Диммера Ну вот улучшим Вайска себе У нас был улучшенный Траглодит Теперь Так Очень интересно Если честно Не понял я Такого глубокого Маневра То есть Почему он на нас не напуг Потому что мы в замке были Ну армии, мне кажется Ему более чем достаточно Чтобы Выбить нас из замка Ну, с другой стороны Это вообще не наша проблема Наши сложности Не хочет Не надо Не хочет Не надо Нам-то что? Нам только лучше Добрали Еще одну темницу Ага И вновь Высидился Сумеем ли мы Дойти До замка Вот в чем вопрос Сумеем Ну и прекрасно Можно даже улучшить Бирхолдеров Почему бы и нет Чем они Отличаются Кстати, да Улучшенные И не улучшенные Значит так 12 боезапас 3-5-3-5 24 боезапаса Улучшенных Защитой Атакой Защита Плюс Один Скорость На два Выше Ну, прекрасно Прекрасно Воевать В такой ситуации Приятнее Ага Интересно Да И ресурсов-то Каких-то Серьезных Чтобы противостоять Этой армии У меня нет Так Блайнда Нет К сожалению Измедления Нету Это значит Что? Это значит У меня есть Магия Да? Значит Вот эти Наши Оппоненты К нам Летят Эти Стреляют Так Ну Давайте Пробовать Давайте Пробовать Вопрос Кого Мы будем Ну Понятно Мы Выстраиваемся Вокруг Зловещих Глаз Наших И Их Обороняем Угу Угу На самом деле На здоровье Угу Угу Да Стреляют Конечно Не в того Прямо Скажем Кого Надо Бы Но Как 285 Да Молвия Это у нас Наносит Чем бы И не Использовать Скажем Вот Так Угу 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 почему только горкинда не ответил троглодит хотя должен был по идее так неплохо да это неплохо но смотрите какая прелесть это же премьерсно 56 13 Воскресим все-таки на четыре бехолдера больше, то больше урана. И кончились выстрелы у медуны. Это интересно, это очень интересно. Семнадцать, мы просто поднимаем. Очень не дурно все складывается, посмотрите-ка. Ребята, да мы побеждаем, я если честно не верил в это, когда затевал это мероприятие. Но факт остается фактом. Мы побеждаем. Делаем это уверенно. Вы посмотрите, вот это да. Ух ты, и мы теряем, и мы теряем 4 треглодита и 4 улучшенных гарпий. Вот это да. Вот это оборона в замке. Хм. Это прекрасно. Это было здорово на самом деле. Я возьму базовую магию в группу, с вашего позволения. И прокачаю навигацию. Так, ну что же, мне кажется первая серия у нас получилась очень интересной и насыщенной. На этом, я думаю, мы закончим первую серию. Оборона в замке была эпичной, тут не дать не взять, да. Я думаю, что вам понравилось. То есть, если честно, в начале боя я сомневался, да, в том, что мы сможем победить. Честно говоря. Но все получилось так, как получилось. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был Antiquar. Успехов. И увидимся в следующих сериях. Счастливо.